Всем привет, я рада видеть вас снова на моём канале. Три недели не выходило никаких видео в связи с тем, что происходит в нашем мире. Но сейчас люди просят всё-таки продолжать снимать, потому что хочется отвлечься, хочется не читать эти ужасные новости, а хоть немного выгрузить себя от этой информационной войны и занять себя хоть чем-то. Я очень надеюсь, что в скором времени это всё закончится, и в нашем мире наконец-то наступит спокойствие, мир и благополучие. Хочу передать свои слова поддержке всем украинцам, которые сейчас находятся как в Украине, так и за её пределами. Всё обязательно будет хорошо, мы ждём, верим и надеемся, что это наладится в ближайшее время. Сегодня у нас будет выпуск из совершенно другого города, в котором мы ещё не были. Цель визита в этот город – это получение моих прав. Я снимаю уже после, поэтому могу показать. Я наконец-то их получила. Ура, ура, ура. Это закончилось. И в этот день я приехала их забирать, поэтому решила выбрать салон Борисы. Ну, кстати, такая идея, что ездить по разным городам и в разных городах делать обзоры салонов очень крутая. Поэтому, если вы хотите, чтобы я приехала в ваш город, то обязательно пишите под этим видео ваш город и в какой салон желательно сходить. Сегодня мы будем делать вот такой макияж. Выбрали мы его в Инстаграме. Если вы ещё не подписаны, обязательно подписывайтесь. Там вы помогаете мне выбирать маникюр, макияж и места, куда мы будем ходить. Проверяйте лайк, пишите комментарии, как вам кажется, получится сегодня макияж или нет. Обязательно проверяйте подписку и поехали. Наша студия. А вы администратор и визажист? Да. А общались вы с нами по поводу макияжа? Нет, если в Инстаграме, то это наш директор. А, да? Да, там он отвечает. Да, наверное, вы были вчера записаны, да? А, во вторник, но у меня не получилось. Да, во вторник. Она мне скидывала и это, и это еще. Ну вот я определила, что, ну, если можем, то сделать вот такую стрелочку. Ну да, вроде как бы по глазам, потому что такое только для нависшего века не... Да, это мое. И вот желательно такие же губы есть, у вас блеск или как на красный утром. Нет, красный есть, и в любом случае добавляем потом блеск. Да, вот можно его. Ну, такое для себя хочется. Весна, поэтому... Ну, фотосессия, да, но просто пофоткаться для себя. Красиво. Учаточка мы не тренируем, да? Да, 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 легкая. Сейчас фоткальму чуть-чуть. Да. Только можно с ватными дисками? Чтобы было. Угу. Я поснимаю, хорошо? Хорошо. Давайте, может, я у вас прикрою, если пудра-пудра... Давайте. Да, фотосессия. Угу. Угу. Ну, просто, может, чуть-чуть, чем больше? Да, ну, ничего, ничего. Да, лучше, чем. Угу. 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 Так, куда? Куда? К свету. Прямо у каждой сторон могла... Ага, да, отлично. Ну, да. А у вас такое студия, дочка, да? Салон. Салон, да? Как салон. Угу. Спасибо. Спасибо. А давно работаете? Отлично, я. Ну, и мне, и салон. Салон три года ему, вот, летом было. Угу. Ну, у меня где-то там чуть больше трехплязий с нас начало. Угу. 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 Ну, все рассказываете. Не знаю, может вам надо. Ничего. Ну, вы, если можете, классно. А учились у тебя тут? Ну, как бы, и здесь, и в Минске, и курсы онлайн там всякие. Угу. А у вас тут в Борисовине, да, обучают? Есть? Ааа... Бизайн? Да, да, да. Ну, обучают курсы, да. Угу. Угу. У меня что дневной материальный, что черни, ну, как бы по зутатам, по... По... По всем продуктам. Угу. То есть здесь все равно, в любом случае, какие-то реснички. То есть если только реснички не подклеиваем, Угу. Угу. Тогда сумма, может, у меня все равно это буквально, там, полс рублей. Угу. А так, ну, то есть, кажется, что дневной это такая легкость. Угу. Угу. Так, вот, ничего страшного, да. Угу. У... Нас вот блин, у меня у меня есть вот эта ресничка отдельная, да? А то мне низки были цену. Да, вот. И вот 5 рублей, или... В зависимости, от того, сколько приклеен или... Нет. Выелим, да, почти весь глаз, просто мужчина. Разные длины. Разные длины. Потому что я не понимаю, но я всё равно и так сделаю хорошо, будь какой-то вечерний, столько же материалов, какие же, какие-то средства. Люди там типа вечерний сделаю не такой стойкий, а сладенький стойкий. А по времени наше? Он мне сказал примерно полтора? Да, примерно где-то полтора, я думаю. Ну так вообще часто, если он такой чисто коммерческий, там какие-нибудь с количественными килограммами. У нас такой нюдовый больше, но просто стрелка такая. Отличная вообще, я думаю. Как стрелка, да? Он уже тоже отличный, поскольку вот эти вот, я так говорила, и внутри, и там, видишь, тут же внутри идёт ещё построение вот этой арки. Клюви, ну типа вот эта, да. Ну вот эта впереди, это не вообще ерунда, я про вот эту арку говорю. Да-да-да, я поняла. Ну и конечно важно брать клюкву человека, а не так спортивно. Ну да-да-да-да, чтобы сделать похожий макияж, но он индивидуальный. Ну да. А вам так нормально, света так просто маловато сегодня? Не дымащий, хороший. Ну у вас просто не ламп. Ничего. Так нормально? Ну нет, вроде у вас всё это достаточно. Конечно, когда ветер, здесь недостаточно ничего. Ага. Что делаем? Здесь нечего будем делать. Ага. Поняла, хорошо. Смотрю, есть. А можно немножечко его протереть? Ну, скочить, чтобы... Он не скочить. Ну не скочить, а вот просто на палитру. Просто немножечко. Ну в плане вот просто, чтобы после предыдущего клиента. чтобы добавить тушь. Супер. Спасибо. Куда смотрим? Спасибо. У нас средство, чтобы оно украсило потом. Я понимаю, что я ничего не веду, а тебе сдать букву, но это не то. Это не то. Другое там не то. Ну просто, чтобы после предыдущего клиента. Чтобы добавить тушь. Куда смотрим? Угу. Так. Да. Я буду добавить тушь. Нормально? Да. Угу. Начало положено. Если еще и добавить тушь. Ну понятно, да, что оно так закрывает прям красиво уже. Угу. Она будет, она просто задерживается. Она сказала, я постараюсь успеть. Уже без двадцати. Постараюсь успеть. Я сейчас теперь думаю. А вы так вот тут именно визаж или и прически тоже взяли? Прически тоже. Угу. Да. Ну конечно, с выездом. Угу. 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 Сначала я здесь была миссажистантовка, когда лежала, когда записи какие-то, просто разговорились с администраторшей как-то летом, она говорит, блин, столько всяких дел. А брови не делаете? Ну, в смысле, на плане эльфа. Да, да, да. Ну, в этих понятно, что там? Ну, у меня говорит директора, все, иди, иди, иди. Немножко места не оборудована. Я лично на этом месте на нем лично брови не поделась. Ну, тут макияж, это же спина вообще 2 часа. Ну, стул вообще... Максимально поднято, на котором вы сидите. А, это максимум ужас? Да, он почему-то не поднимается вообще. Ну, да, это вообще не. Ну, как брови делать, это нужно оборудовать, хотя бы зеркало там с лампами куда-нибудь его поставить. Да, да, да. А потом стул купить повыше. Хотя бы барный один там, ну, такой высоковатый. Ну, и макияж тоже, это столько времени в своем том состоянии. Да, ну, хотя бы когда чаш, если прям вьюшно, 5 клиентов вместе. Ну, да. Конечно, показывать на таком атаке клиенту я не смогла, наверное. Чего? Выглядит стрёмно. Ну, нормально, лишь нарисовки. Вечно так. Один глаз как-то получается в черном, как Хэллоуин. Чистая, мы можем делать стрелочками. Ох, самое страшное. Ну, поверх, конечно. Это подводка? Ну, да. А можно... А кисточки такой тоненькой нет? Она мне не сделает, так как у меня есть. Не войдет? Ну, я сейчас попробую, потому что она толстая. Толстая, такой нет, тоненькая, да? Она, ну, это вроде тонкая, но... Угу. Там, не знаю, я не готова, я бы хотела и тоньше. Угу. Я попробую. Ну, лучше кепка, наверное. Ну, лучше все. Ну, лучше все еще. Нет. Угу. Кто-то на день рождения готовится. Не знаю, спонжиками они не пропользуются. Угу. А вот кисточками разводы не остаются, то у меня... Да, может, кисточка такая у меня прям реально... Она достаточно холодная всегда. Я как бы с полночками люблю в плане, чтобы он там быстро загрязняется. И все равно я смотрела, что не очищается. Вот так, как хочется. Ну, да, да. Все равно он остается какой-то свежий. Ну, кисточки тоже там внутри все. Тут так их вымывать надо, чтобы... Ну, они не портятся, они тоже. Вот именно от каждого. Да, у меня все краски сванывают, краски кисточек. Ну, я просто еще в горячей воде такой достаточно. Угу. Так прикольно. Мы наносим, а эта кисточка, она в пудре или просто обычная? Нет, она обычная. Она даже без всего. Она чисто сухая. И она вот эти все излишки впитывает. Ну, и желательно, чтобы она туда вот все так... Угу. 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 Все складочки. Ну, это белорусский фиксатор, это тренинг. Ну, у меня как бы я и нюкс пробовала, но и нюкс сухие, да? Да, у меня так наносит кашечки. Не было прям какого еще воде у нас не лета. Летом можно уже бронзер хорошенечко положить. Угу. Что бы ты сделала, да? Угу. Ну, бронзер, да, чуть-чуть. Угу. Угу. Уминский уже вот такой. Красный он должен быть подобран такой же тон, если там холодный красный, здесь более целоклый красный, но, конечно, у нас корный такой момент. Даже бывает, что визажисты просто берут чуточку помады и просто ее втушевывают, чтобы уже конкретно был тот тон. Угу. 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 Сейчас будем надгляд с лодкой, сейчас будем. Главное, в ней не заследится и сильноbeat systems. Понавно будет вот чуть-чуть. Уок-чуть, чуть-чуть. Собаски вниз не закрываем, да? Так, просто что, ну, это год. Ну, ну они даже вот когда тепло, начинают вот эти вот эти вот растекания потом. Угу. Угу. Ну��ше водостойкое. Угу. Можно вопрос? Угу? А почему кисточка одноразовая? Ну, блин. Потому что тушь. Соприкасается. А гель для бровей почему тогда многоразовый? Ну, гель не соприкасается. Ну, всё равно даже по коже ходит. Это не так, как глаза. Глаза у нас как-то бутылки. Ну, брови тоже такое. Ну, волосики. Ну, гель без кисточки. Ну, гель тоже можно одноразовый, да? Гель-то можно. Существуем не настолько... Ну, как-то на самом деле... Вот так, если никто не снимает... Чистим, ни к чему не придирается. Из людей. Это то, что люди не спрашивают. Людям всё равно. Ну, люди приходят обычно, и мастер знает же лучше. Как правильно. Что, сейчас реснички? А эту мы будем рисовать? Или она тут уже... Которые впереди, да? Или не будем? Так, чтобы мы не поплакали, не растякло. Конечно, наши, это же не искусственные, они там растут в какие-нибудь разные страны. Да. Прикольно. Ну, а как тут можно? Нет, это фишка на черном, немного внизу на сайте, конечно. Нет, это филы снимали. Три глаза просто, потому что форма, свистелки, мы можем... Может, я тогда всё врать, нет? Ну, вот что с этой делать? Здесь можно на таком уже добавить, допустим, сверху, как и сверху. Опа! В общем, макияж занял 2 часа 10 минут, даже 2.15 вот так. Немного долговато, как бы... Ну, ладно, я сегодня никуда не спешила, всё хорошо. В общем, что по макияжу хочу сказать? Первое, это то, что я хотела, то, что я получила. Мне немного не хватило именно чистоты, то есть всё получилось более тушёванное, нежели чёткое, как на фото. Губы тоже немножечко хотелось бы ещё подправить. Ну, к мелочам можно придираться очень-очень много. Вот, тон я уже ей даже сказала, что мне немножечко беловатый был. Вот, и поэтому, как бы, затемнения получились слишком тёмные. Обязательно ставьте свои оценки, как вы считаете, справилась мастер или нет. Но, как по мне, мы нашли Connect, неплохая девчонка. Почему в других городах, в Борисове, в Слуцке на камеру вообще не реагируют никак, а в Минске прям до отказа? Не буду, не хочу и так далее. Почему так? Немного мне не понравился тот момент, что она и мастер-администратор, поэтому кофе, конечно же, никто не предложил. Ну, да ладно. Вот. По гигиене чуть-чуть. Она, да, она говорит, что я смотрела треш-обзоры, знаю, что такое, почему вы так говорите, но немножечко всё равно подводки. Не хватило геля для бровей. Спросила, почему. Она говорит, ну, это ж не глаза. Ну, не знаю, как по мне, неплохо за сумму 50 белорусских рублей. Если перевести в доллары, то это вообще уже копейки. Не знаю, оценивайте вы, как вам. Поэтому обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И уже совсем скоро будем продолжать снимать новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok